Гуманитарную помощь для жителей Донбасса отправляют из различных российских регионов. В роддом Макеевки доставили посылки из Севастополя. Лекарства, материалы для перевязки, продукты. Сейчас в клинике в очень тяжелых условиях выхаживают недоношенных младенцев. А для некоторых женщин и их детей больница стала единственным домом. Ведь их прежнее жилье превратилось в руины. Репортаж Ивана Прозорова. Теперь у Алины новая жизнь. На руках. 2 900. Девочка, Катя. Полтора часа от роду. В это маленькое чудо мама пока не может поверить. Кажется, еще вчера беременная с мужем укрывалась от бомбежек в подвале. Пока еще очень страшно. И боюсь ей что-то не так сделать. А вообще ощущение, ну как, самое лучшее, наверное. Перинатальный центр в Макеевке. Один из крупнейших в Донбассе. В округе знают, лучшие врачи не разъехались из-за обстрелов. Продолжают работать и бороться за хрупкие жизни. Это глубоко недоношенные дети. Маловесные. Вот это девочка. Вероника, это лошадь. А вот это 1500. При рождении. Да, это при рождении. А сейчас? Но они еще пока свой вес не остановили. Врачи рассказывают, раньше срока часто рожают женщины из горячих точек Донбасса. Много переживаний. Им помогают, но с каждым месяцем делать это все сложнее. В клинике заканчиваются запасы. К нам ехали женщины из разных городов нашего региона. Мы принимали всех желающих. И они находили в нашем центре не только место для родоразрешения, но и даже пристанище на какой-то период. Потому что было немало пациентов, чьи дома разрушены. Сейчас мы работаем в очень сложных условиях, потому что постоянно не хватает медикаментов. Детское питание и бинты еще можно купить, найти, достать. А вот в случае с лекарствами местная медицина бессильна. Но есть и препараты, которые не то что на вес золота. Их ценность даже не сравнивают с драгоценным металлом. Вот это лекарство нужно для того, чтобы лечить недоношенных половинцев, у которых не раскрылись легкие. Один пузырек стоит 13,5 тысяч гривен в пересчете на рубли примерно 40 тысяч. Курс лечения. Три такие бутылочки. Купить их здесь невозможно. Украина прекратила поставки. Об этом узнали жители Крыма. Рассказали друзья. Несколько недель там собирали гуманитарный груз. Севастополь протянул руку помощи. Это цепочка помощи от жителей Севастополя, Донбасса. Пеленки, продукты, материалы для перевязки и долгожданные лекарства. Склад роддома заполнился за несколько минут. Это прежде всего помощь людям, с которыми фактически здесь идет война, которых здесь уничтожают. Это теплое, горячее сердце, которое будут чувствовать все люди. Здесь, которые будут эту помощь видеть, которые будут ее получать. Уже завтра коробки распечатают и отправят по палатам. Эта помощь пригодится Татьяне. Она от обстрелов уезжала в Киев. Прожила несколько месяцев. Не выдержала. Было такое ощущение, что мы не устраиваем их. То есть мы другие. Мы отличные. У нас взгляды другие. У нас какие-то, наверное, ценности другие. То есть они вот сейчас зациклены на войне. А мы об этом не думаем. Мы думаем о нашем будущем. Появление двойни, кстати, мальчиков, медики ожидают на следующей неделе. А пока всем коллективом нянчат Ваню. Так его назвали врачи. От него отказалась несовершеннолетняя мама в разгар войны. За два месяца он стал любимым общим сыном. Но скоро его заберут соцработники из роддома в детдом. Отказников немного. Ведь после месяцев бомбежек тут понимают, как дорога новая жизнь. Врачи даже под самыми ожесточенными обстрелами принимали роды. И говорят, что двери центра всегда будут открыты. Ведь здесь каждый день рождается надежда. Маленькая, но очень громкая. Иван Прозоров, Дмитрий Белов, Дмитрий Зельвянский, Рушан Умяров и Христина Иванова. Первый канал. Донецк.